Здравствуйте! В эфире программа «7 минут» в гостях у меня сегодня Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Владимир, здравствуйте! Добрый день! И вот сегодня я предлагаю поговорить на тему того, что лето уже заканчивается, да, дети возвращаются с отдыха в город, а за это время они отвыкли от дорожного движения. Вот ГИБДД у нас ведет какие-то работы, и с детьми как-то помогает в этом освоиться, привыкнуть по новой. Да, не за горами уже 1 сентября, день знаний, школьники массово пойдут в школу, например, в городе Рязани, это 5,5 тысяч первоклассников пойдут в школу, и наша задача, чтобы этот день был для них без происшествий, да и вообще, конечно же, хорошо сделать, чтобы весь учебный год был для них безопасный. Ну, а конкретно к 1 сентября мы готовимся, и уже начиная со следующей недели, допустим, мы начинаем профилактические мероприятия в отношении водителей, которые нарушают правила перевозки детей. Сейчас школьников повезут по торговым центрам, кому-то школьную форму обновить, учебники, тетради и так далее. Поэтому массовая перевозка детей уже начнется даже до их учебы. Поэтому наши экипажи будут частенько приближены к торговым центрам, и, возможно, даже на одном торговом центре будут концентрироваться несколько экипажей, чтобы была массовая остановка водителей. И мы заранее уже об этом предупреждаем родителей, пусть заранее знают, что мы будем работать в этом отношении, и кого-то, возможно, это и убережет от травм, я имею в виду детей. Некоторые родители, получив эту информацию, все-таки, наконец, купят кресло своему ребенку, а остальные задумаются и будут их пристегивать, потому что штрафы серьезные. Но всегда, когда говорим о штрафах в отношении нарушения правил перевозки детей, наверное, все-таки именно о сумме штрафа говорить не совсем правильно, все-таки это жизнь и здоровье ребенка. Что касается перевозки детей, с началом 1 сентября и в ближайшую неделю-две наши экипажи будут также приближены к образовательным организациям. Частенько экипажи будут нести службу в то время, когда будет заканчивать школу. Начальная школа – это 1, 2, 3 класс, и наши инспекторы, опять же, будут следить за правилами перевозки детей. Мы, конечно же, будем предупреждать об этом родителей, потому что важна, прежде всего, профилактика, а не наказать человека. Главное, чтобы он не совершал правонарушения. Что касается детей-пешеходов, то тут уже родители должны им сами подавать пример. Все-таки знания, ребенок получает, прежде всего, жизненные знания от родителей, следует их примеру. Поэтому родителям, конечно, необходимо, чтобы они сами показывали, где правильно переходить дорогу. Иначе ребенок просто привыкнет переходить и попадет под машину. А если ребенок попадет в ДТП, то государство затрачивает большие средства, чтобы вернуть его к нормальной жизнедеятельности. Это дорогие лекарства, дорогое медицинское оборудование, реабилитации, это психологи, это очень дорого. Поэтому нужно сделать все, чтобы не было ДТП с участием детей. Ну, дети, как бы, самые печальные, как всегда, категории, когда с ними что-то происходит, происходит на дорогах. Вот лето у нас практически закончилось, да, есть какая-то статистика по поводу летних происшествий, ДТП с участием детей? Ну, летом, конечно же, дети чаще всего попадают в ДТП, так как они больше времени предоставлены сами себе, больше гуляют, световой день больше, катаются на велосипеде, кто-то уехал из города в деревню, там, частенько, нет тротуаров, плохое освещение. Но если брать в статистику в целом, то за 7 месяцев текущего года на территории области зарегистрировано 159 ДТП с участием несовершеннолетних. 7 детей погибло и 181 получили травмы. К сожалению, в нашей области каждый седьмой ДТП происходит с участием ребенка. Это очень много. Мы над этим боремся. Как ни крути, да, получается, что все-таки по большей части родители виноваты в том, что дети попадают в какие-то там дорожные происшествия. И дело, наверное, не только в креслах, которые они покупают, но и в том, что дети просто не знают правила дорожного движения. Вот что бы вы посоветовали родителям для того, чтобы дети были все-таки в безопасности на дорогах? 1 сентября, наверное, практически 90% родителей все-таки поведут детей в школу. А дальше уже большая часть будет ходить самостоятельно, либо пешком, либо передвигаться на общественном транспорте, в том числе и маленькие участники дорожного движения. Поэтому здесь родителям необходимо начинать с того, что вообще с выхода ребенка из подъезда, выход на проезжую часть, на тротуар, на дорогу в школе. Необходимо ребенку объяснить, что ты вышел из подъезда, дальше у тебя вокруг подъезда растут кусты, припаркованы автомобили и сокращена обзорность. То есть необходимо осмотреться, прежде чем идти дальше. Дальше родителям желательно показать ребенку весь путь до школы, показать именно с точки зрения безопасности, где правильно перейти дорогу, где безопасно. Если ребенок весь путь проделает до школы пешком, то необходимо показать ему весь путь, проделать с ним этот путь пешком, показать пешеходные переходы и как правильно переходить дорогу. Необходимо ему объяснить, что даже если загорелся зеленый, то не стоит сразу переходить дорогу. Необходимо осмотреться, если все машины тебя пропускают, все остановились, тогда, конечно же, можно идти. Дальше, конечно, такая у нас проблема в последнее время возникла, это вот капюшоны, наушники, телефоны. Необходимо, чтобы родители объяснили дорогому ребенку, вот подошел ты к дороге, пусть это будет регулируемый пешеходный переход, нерегулируемый, отвлекись немножко от своего телефона, от переписки с друзьями, да, вытащи наушники, сними капюшон, осмотрись, дорога полна опасности, да, осмотрись и все. Вот тогда, если все правильно, то иди дальше. Вот. Если же ребенок часть пути проделает на общественном транспорте в школу, да, то необходимо дойти с ним до остановки общественного транспорта, опять же, соблюдая правила дорожного движения, объясняя, и проехать опять до школы, и уже от остановки общественного транспорта возле школы, остальной отрезок тоже проделать и рассказать, как его пройти безопасно. И желательно, желательно, ну, это касается учеников начальной школы, чтобы родители совместно с учителями начертили схему безопасного маршрута, и чтобы эта схема, дом-школа, школа-дом, была у ребенка в дневнике, и чтобы он мог периодически в нее смотреть и пересекать проезжую часть безопасно. Ну, и, наверное, водителям, да, тоже стоит помнить, что дети в городе, что нужно быть аккуратнее и внимательнее. Да, мы сейчас не только наши экипажи инструктируем, которые будут приближены, кстати, и 1 сентября, и несколько дней после 1 сентября к образовательным организациям, вот, чтобы водители видели, водители, кстати, за лето отвыкли от интенсивного движения детей в школу и обратно, вот, но и мы проводим работу еще и с родителями. Мы тоже им напоминаем, что вообще и с родителями, и со взрослыми, что сейчас дети пойдут в школу. Необходимо быть особенно внимательным, когда проезжаешь парки, скверы, школы, детские сады, потому что дети, они импульсивны, они могут выбежать на дорогу. Если в поле зрения водителя попал ребенок, то такой водитель должен ситуацию держать еще больше под контролем, по возможности снизить скорость и быть готовым к тому, что ребенок может оказаться на проезжей части. Ну что ж, Владимир, спасибо вам огромное. Вы, друзья, обязательно соблюдайте правила дорожного движения и берегите детей. И напомню, что в гостях у меня сегодня был Владимир Кузин, старший инспектор управления ГИБДД. Это программа «Семь минут». Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!